Теперь у Asus есть и премиальная линейка ноутбуков под маркировкой 500, есть NX500, который мы уже показывали вам. И сейчас мы смотрим на GX500. Это роговский компьютер, соответственно, Republic of Gamers. Он очень похож на NX, но у него есть, естественно, большие отличия. Прежде всего, это дизайн и окраска. Посмотрите, какой он офигенный. Вчера мы его еще не видели, поэтому я назвал NX, то, что я хочу. Но я понимаю, что GX, это то, что я хочу. У него подсветка клавиатуры красная. Вот этот Diamond Cut, который называется срез бриллианта. Да, бриллиантовый срез. Он здесь красного цвета, очень красивый. Экран здесь, в отличие от NX, не сенсорный. Это хорошо, но тоже 4К. Это никак не недостаток, это просто странность. Потому что это игровой ноутбук для геймеров. И играть на нем в разрешении 3840 на 2160. Это интересно, в какие игры можно будет сейчас поиграть на этом ноутбуке. Интересно это, потому что здесь, в принципе, с одной стороны топовое железо. GeForce GTX 860M. Естественно, четвертого поколения в процессоры Intel Core i7. Оперативной памяти до 16 гигабайт. Напомню, что у предыдущих ROG ноутбуков было до 32. Ну и естественно, SSD решение здесь в рейде, поэтому будет еще и скорость, внутренняя скорость системы будет просто зашкаливать. На презентации показалось, что он пластиковый, но нет, похоже он полностью металлический. Вот эта часть, вот эта часть и вот эта часть металл. Соответственно, я здесь пробовал натирать своими жирными, грязными пальцами. Не думаю, что от вот таких вот постоянных трений здесь будут какие-то пятна. Не думаю, что это будет так. Есть большой тачпэд, который очень плотно нажимается. Все круто. Клавиатура, кстати, тоже, ну не скажу, что она прогибается. Она не прогибается. И обратите внимание, что подсветка клавиатуры есть, но WASD подсвечивается больше. Они подсвечиваются и на сторонах тоже. Это мелочь, а реально выглядит очень круто. На левой стороне питание, мини-дисплейпорт, полноценный HDMI и USB 3.0. С другой стороны спаренный 3.5 мм джек для гарнитуры, кардридер и еще два USB. В этом году ASUS ROG был просто мега крутым. Вы хотите эти ноутбуки, вы хотите эти мониторы, вы хотите эти мышки, клавиатуры и так далее. Их, конечно, хотите возле своего Xbox и PlayStation поставить еще и консоль PC.